Привет, друзья! Вы на канале Монетамания, канал о том, как можно заработать на монетах. И в сегодняшнем выпуске я хочу вам показать интересную подборку монет. К сожалению, тут не все монеты, точнее, все монеты не оригинальные, но это копии точные, полностью сделанные слепки с оригинальных монет, оформленные в замечательный, интересный формат рамок. То есть, как это происходит? Сделается слепок полностью монеты и прикрепляется на вот такой интересный фон. Это у нас мы видим копии, как по такого золотого цвета. На самом деле, такие монетки оригинальные стоят, но очень-очень дорого, я думаю, даже каждая монета. Но самый интересный момент, что смотрите, каким образом передали патину. То есть, данные монеты у нас сделаны с таким вот специальным зелененьким покрытием, с нанесением как будто бы патины. Видим тетрадрахмы, у нас македонский. Ну, короче, очень-очень круто выглядит на самом-то деле. Такая причем рамочка, подобранная в идеальном формате. Конечно, инвестиции хотелось бы иметь в коллекции именно оригиналы таких монет, но их так вот, кстати, не разместишь в рамку и не будешь их приклеивать на клей каким-то образом. Вот, посмотрите, есть такие, которые уже сделаны без стекла. У меня, кстати, есть такая монетка оригинальная. Вот у нас македонский. Ну, тут, конечно, качество не очень хорошее, но в любом случае это сделаны они из гипса, слепки. И, собственно, потом оформляется вот в такой вот композиции. Вот тут, а это прям композиция огромнейший, гляньте, прямо тут очень тяжелый такой вариант. И мы видим эти высокий рельеф этих монет, просто невероятный, красивый. И такие вещи, кстати, можно легко вывозить за границу. То есть, так как они не являются оригинальными монетами, а точными копиями. И при этом довольно хорошая цена на них в Украине, тех ребят, которые этим всем занимаются. А вот за границей, конечно, людям хотелось бы иметь подобную копию. Можно, знаете, некоторые покупают копию в Китае, но попробуют сделать такую подборочку китайских. И не факт, что такие китайские монеты на самом деле есть. И есть смысл, видите, смысл этих монет в копиях хранить. Сейчас еще одна у меня есть такая рамочка. Напишите в комментариях, у кого есть какие монеты. Гляньте, тут разных периодов, разных царей. Это у нас вообще польские, так я понял, княжества. Это литовские довольно красивые монеты. Ну, не моя тема, заграничные. Пока я буду в будущем разбираться, что-то вам больше, больше, больше показывать. Но в целом визуально выглядит, конечно, просто потрясающе. Особенно, когда у вас есть вот такие монеты полностью в оригинале. Это просто кайф. Надеюсь, ваши коллекции будут пополняться именно такими подобными оригинальными монетами, которые достойны вашего домашнего музея. Да, еще раз покажу. Выглядят, конечно, они просто потрясающе. Очень красивые композиции, высокий рельеф. Вот есть одни и те же самые монеты могут быть в разном окрасе. Могут быть более яркие серебре, могут быть в золоте. Ну, и на самом деле, в зависимости от того, какие монеты были. То есть, если поменьше. Но, видите, все сделаны даже, они из оригинальных слепков, потому что тетрадрахма тут качество не очень хорошее. У меня в коллекции гораздо получше. Вот. И такая вот, такая вот еще подборочка золотых. Спасибо, ребята, кто посмотрел. Наконец-то вышел выпуск на канале Монетамания. Следите за новостями. Будут выходить новые-новые выпуски. И переходите на канал Фартовый коллекционер. Там тоже интересно о монетах.